Казак Если сравнить современные карты Ульяновской области с нарисованными в 50-е годы, то кажется, что за последние полвека в регионе исчезли десятки деревень. Какие-то названия просто пропали, какие-то помечены как нежилые. Еще и такие села, которые жилыми являются лишь на бумаге. На деле в них доживают свой век один-два человека. Деревня Кенша Индинского района именно такая. Здесь уже много лет в одиночестве живет ее последняя обитательница. Деревня Кенша Индинского района. Уже много лет здесь живет единственная женщина, последняя жительница, Нина Ивановна Чапаксина. Мы их сегодня приехали к ней в гости. Второй раз за два года. Это кто? Журналисты, Нина Ивановна. Да господи, чего обо мне писать? Ты как меня замучили. Ну это те, кто к вам два года назад приезжали, вот мы снова вернулись. Я боюсь уж до смерти. Да чего нас бояться-то не надо? Да я не знаю, кто вы. Здрасте, нас-то вы знаете. В предыдущий раз мы были в гостях у Нины Ивановны в декабре 2014 года. Тогда мы узнали о ее судьбе из районной газеты. Нина Ивановна осталась в Кенше одна после того, как около пяти лет назад отсюда уехали предпоследние жители. Сама же, 79-летняя Нина Чапаксина, живет в этой деревне с войны. Тогда она переехала сюда с матерью из Менинского у Никольска. Еще в прошлый наш приезд Нина Ивановна жаловалась на боли в ноге. За те два года, что мы не были в Кенше, здоровье у нее заметно ухудшилось. Одных таблеток покупаю. Прорубь везде, тут, тут, тут. Вот, аптечные. Вот, каких только нет всяких. И в тумбочке полно, и там, и во всех. Ничего себе лечить нельзя, только кроме операции. Надо заменять тазобедренный сустав. Разложилось. Ничего, сгнился вы. А чё ж вы на операцию? А на операцию чё ж вы? Да разве я вытерплю такую операцию, железку там встать, то буду ходить. Где я так-то еле хожу. К счастью, Нине Чепаксиной иногда помогают жители соседней Большой Борисовки. Привозят продукты и дрова. Да и дочь с сыном, живущими в Самаре и Ульяновске, стали чаще навещать. Приезжая, они готовят побольше еды, делают запасы воды, чтобы матери не ходить с федрами. Воду, кстати, приходится таскать из речки с крутыми берегами, которая тоже называется Кенша. Последний колодец деревни, давно провалился. Наш приезд, как и появление любой машины, последняя жительница Кенша воспринимает со страхом. Несколько лет назад ее пытались ограбить. Нападавшие думали, что в доме есть старинная икона, но их у Нины Ивановны не оказалось. Грабители потом арестовали, но страх в сердце бабушки остался. Не только не расстраивайся, каждый день плачу с причетами. За что мне такая судьба? Господи, видно, больше всех нагрешил на свете. Что мне такое терпение терпеть? Местные власти уже несколько раз пытались переселить Нину Чепаксину. Но, по ее словам, дома и квартиры, которые предлагают, слишком большие. Во-первых, их прогреть зимой будет сложно. А во-вторых, убираться с ее больной ногой в большом доме нелегко. Потому и не переезжает она из Кенша. Хотя признается, хотела бы. Потому что даже дойти в магазин в соседнюю Большую Борисовку для нее уже подвиг. Что касается тех, кто когда-то жил в Кенше, то, по словам Нины Чепаксиной, в последние годы они перестали здесь появляться. Деревню ездят только охотники за драмовыми досками, кирпичами и шифером, которые забирают из заброшенных домов. Когда мы приезжали сюда два года назад, этот дом выглядел вполне прилично. На двери висел замок, на окнах занавески. Сейчас дом выглядит точно так же, как и большинство домов в Кенше. Он разрушен. Хотя снаружи может показаться, что дом цел, чтобы узнать правду, нужно заглянуть внутрь. Там уже разобрана печка, сняты полы. Заявляет только то, что с голландки не судрано железо. Его обычно забирают в первую очередь. Напоминанием о том, что совсем недавно здесь жили люди, служат разбросанные по полуфотографии до кухонной утра. Остальные дома выглядят куда хуже. Где-то провалились потолки или рухнуло крыльцо. Грампластинки, увиденные на окне одного из домов, казались мне настоящим чудом. Честно говоря, даже к ком горло подступил. Мы покидаем Кеншу. Я очень надеюсь, что когда мы приедем сюда в следующий раз, настроение ее последней жительницы будет куда более веселым. По дороге из Кенши мы заехали в Черемушкинскую сельскую администрацию. Там нам сказали, что уговорили сына Лины Ивановны забрать ее в Бульянск. А значит, эта зима будет последней для Кенши в качестве живой деревни. Все будет хорошо. Нет, хорошо не будет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА